Привет, друзья! Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и обязательно переходите на сайт. Все ссылки в описании. Биткоин набирает обороты до 19 тысяч долларов, поскольку киты накапливают биток в ходе исторического бума покупок. Цена битка держится в диапазоне 17 тысяч в настоящее время, переходя из рук в руки на уровне 17 200, что на 2,6% больше за последние 24 часа. Цена, которая близка к месячному максимуму, около 17 980, вызвала слухи о том, что биток может вернуться к уровню цен в 19 тысяч. Один из аналитиков, выразивший это мнение, является криптоаналитиком под псевдонимом Credible Crypto. Эксперт рынка криптовалют отметил, что трейдеры на Binance появляются, чтобы поддержать цену биткоина в среднем диапазоне 16 тысяч долларов. Он добавил, что цена может упасть еще раз, примерно до 16,4, 16,5 тысяч, а затем вырасти до 18,19. В последующем твите в ответ аналитику от скукими Crypto, Credible Crypto, заявил, что хотя многие наблюдатели ожидают, что текущее ралли будет отскоком духлой кошки, он ожидает, что биткоин продолжит полный разворот к новым максимумам и скоро превысит 30 тысяч. Микоэль Ван Депопе, основатель и гендиректор торговой фирмы Aid, похоже, разделяет аналогичную позицию, заявив в твиттере, что он ожидает продолжения для биткоина, пока мы остаемся выше 17. Он сравнил ночное движение с прорывом биткоина в конце ноября. Наряду с этим рост цены биткоина также привел к тому, что короткие трейдеры на рынке деривативов столкнулись с огромной ликвидностью. Согласно данным Coinglass, ликвидация фьючерсного рынка биткоин достигла 36,77 миллиона долларов, причем 88,33% этой суммы пришлось на коротких трейдеров. Обозреватель рынка OnChain College отметил, что ликвидация коротких позиций по биткоину на сумму более 5 миллионов произошла во время 15-летнего скачка цен. Биткоин-быки защищают 17 тысяч долларов, поскольку трейдер видит ключевой катализатор цен на битке в Китае. Китай предлагает потенциальный опережающий индикатор силы цены биткоина с экономическими данными штатов, которые должны выйти на следующей неделе. Печать индекса потребительских цен заставит FFRS притормозить. Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView следовали за биткоин к доллару, поскольку после закрытия торгов на Уолл-стрит он торговался в боковом диапазоне. Пара выглядела настроенной на тихий уикенд. Все внимание было приковано к показателям инфляции в Штатах и обновлениям политики, которые должны выйти с 13 декабря. После публикации ноябрьского индекса, цен производителей и результаты месячного индекса потребительских цен оказались в центре внимания. Как сообщает Cointelegraph, сохраняется ожидание, что индекс потребительских цен покажет, что инфляция в Штатах продолжает снижаться, что приведет к возобновлению роста рисковых активов, включая крипту. Мои личные ожидания состоят в том, что мы увидим индекс потребительских цен на уровне 7,7,2%, индекса потребительских цен на уровне 5,9-6,1%, и что мы снова окажем большое влияние на рынки. Микаэль Ван де Попе, основатель и гендиректор торговой фирмы Эйд, написал в Твиттер на эту тему. Ван де Попе добавил, что заседание ФРС 15 декабря должно ответить тем же, если это приведет к такому результату. ФОМС сделает паузу и замедлится после этого события, предсказал он. Тем временем у макроэкономист и вондовый аналитик Чой подготовил список катализаторов фондового рынка к концу недели, включая развивающиеся рынки и бесконечное подавление в индексе волатильности WIX. Пик инфляции в Штатах, ослабление доллара, открытие Китая открывают отличные возможности для инвестиций. Китайский ETF недвижимости CHIR вырос на 80% с ноября. Невероятно, добавил он. Китай взволновал биткоин-бэков. Продолжая тему Китая, криптоаналитик и трейдер TechView обозначил потенциальный обережающий индикатор силы биткоинов в виде доходности китайских десятилетних облигаций по сравнению с индексом доллара. Теперь, двигаясь выше, если история повторится, биткоин к доллару может выиграть в натуральной форме, сказал он в одном из нескольких постов Twitter на этой неделе. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, ставьте лайк.